Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Июль, а тем более его вторая половина, традиционно время для отпусков. Сейчас вся страна массово уходит в отпуска. Бухгалтери отдела кадров пишут просьба, пожалуйста, пишите нам заявление заранее, потому что мы не успеваем. И, соответственно, а чем заняться в отпуске? Ну, конечно, кто-то, может быть, работает на даче, кто-то, может быть, отдыхает на Канарах, у кого есть деньги. И, тем не менее, это прекрасная возможность подумать над своими планами. Ведь многие из нас планируют приобрести недвижимость, купить квартиру, обменять, продать и так далее. Никогда, как не сейчас, в отпуске, да и просто, собственно говоря, когда все устаканивается в июле, лежа на диване, подумать, а где лучше всего это приобрести квартиру или какой-нибудь другой объект недвижимости. И сегодня мы об этом поговорим у нас в гостях представители нашего замечательного агентства недвижимости «Бродвей», которые уже были у нас в гостях, им понравилось, они решили прийти еще раз, чтобы еще раз, дорогие телезрители, вам рассказать, что и где лучше всего брать и когда, конечно же. Потому что наша страна непростая, у нас всякий раз только рейстор революции, поэтому покупка квартиры – это такая вещь, знаете, которую надо сделать вовремя, чтобы не прогадать, чтобы не опоздать, а может, наоборот, чтобы прежде времени не купить квартиру. Хочу представить гостей. Это Наталья Воронина, генеральный директор агентства «Бродвей». Здравствуйте. Это Елена Кардаш, руководитель отдела продаж. И Ольга Михайлова, коммерческий директор. Да. Дамы, добрый день, очень приятно вас снова видеть в эфире. А вы, дорогие телезрители, можете задавать вопросы по телефону 300-190. Все, что вы хотите спросить о недвижимости, о рынке квартир, в первую очередь, пожалуйста, вот прекрасные дамы вас могут в индивидуальном порядке проконсультировать. 300-190. Ну что ж, дамы, лето на дворе. Что покупать летом? И вообще имеет ли смысл покупать летом или, может быть, оттянуть на осень? Лучше покупать летом. Почему? Потому что осенью у нас, как всегда, ближе к декабрю, у нас создается ажиотаж. Все хотят купить к концу года, поэтому лучше... Новогодний подарок себе сделать. Новогодний подарок себе сделать. Это как получится, да. Поэтому лучше покупать летом. Ну, выбор какой, что лучше покупать, вторичку или новостройку, мне кажется, это у каждого индивидуальный подход. Если с видением из крово-счетов, да, лучше купить новостройку. Это уже более безопаснее. Но, опять же, если покупать на этапе строительства, и когда у нас еще фундамент только, это будет дешевле. Но это нужно будет ждать, да, когда она сдастся за строящим. И сколько ждать? И сколько ждать. А, скажите, дамы, вообще, вот на ваш взгляд повысилось, что называется, безопасность для клиента строительства в том плане, что его дом не застынет на стадии фундамента, четвертого этажа, на стадии отделки, сведения вот этой схемы из крово-счета, которая с 1 июля у нас теперь работает. Это повысилось, но все равно каждый не застрахован до конца на 100% от того, что будет недостроено. Это какая-то безопасность для граждан, но на 100% у нас никто не застрахован. А что, кстати, произойдет, если все, дом встал, и все понимают, что в ближайшие годы у нее живет? Вернут человеку деньги? Деньги не вернут, а, скорее всего, это будет достраивать, так как это будут банки, да, из крово-счета это будут достраивать банки на кредитные средства, и потом... Ну, это опять же, раз на какой период растянется, неизвестно. А человек планирует, что, допустим, через 2 года... Ну, да, или через год. ...уже с чемоданчиками заедет. Здесь такого не будет. Может не быть. То есть вы так не с особым оптимизмом смотрите на вот это введение, на введение из крово-счетов. Нам-то говорят, что это панацея, что вот это, как у нас есть тоже в нашем городе высотки, которые застыли, сейчас вроде разморозили, но тем не менее. Это не панацея, да, на ваш взгляд? Конечно, нет. То есть никто ни от чего не застрахован? Не застрахован. Поэтому, мне кажется, большинство выбирает вторичное жилье, да, которым нужно быстро заехать, купить жилье, уже с ремонтами, поэтому... А давайте, если еще пока вернемся к первичному... Вообще, как у нас обстоят дела на рынке недвижимости? Вот первичек-то развивается. Просто, опять-таки, я помню, знаете, когда начинался вот криз, очередной наш, последний, хотя наши экономисты в правительстве, наверное, скажут крайний, никто не застрахован в нашей стране ни от чего. Вот, то есть, я помню, многие риелторы, вообще, эксперты говорили, что вот рынок встанет не сейчас, но, как они говорили, вот все, что вы сейчас видите, строится, вы не обольщаетесь, вот это достроят и до свидания. Ну, прошло уже 5 лет, и можно делать какие-то выводы, встал или нет, наш рынок замер, наш рынок первички или как? Нет, рынок замер, развивается, постоянно что-то строится, поэтому прогнозы были немножко... Письместить, да. Сейчас в связи с 1 июля, да, вступил в силу уже закон об искрощитах, сейчас сложно приходится небольшим застройщикам. То есть, если наши киты, так скажем, да, три кита нашего города живут, у них все хорошо, то застройщикам с единичными проектами стало, конечно, очень сложно. То есть, необходимо брать кредитные средства, да, на строительство, искать собственное финансирование, поэтому, действительно, может быть, проектов будет примерно столько же, да, но застройщиков точно поубавится. А это хорошо или плохо, на мой взгляд? Кто-то скажет, ну вот, зато убавились, наверное, ненадежные застройщики, которые строили не на свои деньги. Ну да, кто-то может сказать. Покажет только время. Покажет, кто-то не загадать. Хорошо и плохо сложно сказать. То есть, я думаю, что для покупателей не имеет значения, да, у кого приобретать. Им важно, чтобы концепция проекта им нравилась. Проекты становятся интереснее, мы видим, с каждым годом. Инфраструктура становится более развитая, поэтому я думаю, что покупатели от этого точно не пострадают. А вот, правда, хороший вопрос. Качество строительства, которое подразвивает не только толщину кирпичной стенки, к примеру, и там качество штукатурки, а именно вот с точки инфраструктуры. Вообще, как развивается наша передвижимость вот с этой точки зрения? По инфраструктуре, ну, развивается. Хотелось бы, конечно, большими темпами, чтобы это развивалось, но дома строятся, социальная инфраструктура тоже развивается и старается, вот где новостройка, вот, допустим, Пролетарский район, да, Южный застраивается очень интенсивно, ну, и стараются по мере возможности застраивать инфраструктуру всей. В районе Мамулино, расскажи, Оль, как стало. Да, Мамулино очень хорошо стало. Строится Брусилово, Мичуринский, строится школа новая, должна быть введена в конце 2020 года, либо в начале 2020 года. Они в этом ли году-то ее хотели ввести в конце? Ну, ее хотели, да, в конце 2019-го, но там еще... В середине года учебного. Да, там еще не достроено, это либо конец 2020 года, ну, где-то примерно так. Ну, может быть, это эксплуатация? Ну, я думаю, дети пойдут в нее, стало быть, 1 сентября будущего года. В будущего года, да. Ну, в принципе, тоже не так в школе. Это очень хорошо, но... Садики тоже строятся, очень развиваются, строятся частные клиники, поликлиники, также будут строиться, поэтому развиваются вот эти темы. Хорошо. А если сравнить с другими городами? Вы же иногда ездите, смотрите, как свидетелось нележность в других городах, сравниваете? Отстает Тверь или как? Про Москву я не беру, это все понятно. Да, сразу московская высказка. Ну, сопоставимость Тверью города, там, к примеру, там, ну, какие у нас сопоставимые Новгороды, там, по сравнению с Тверью намного меньше, Ярославль на порядок больше. Тула, Смоленск. Ну, допустим, да, хотя Тула тоже побольше, там 600 тысяч, по-моему, хотя сейчас говорят меньше. Ну, тем не менее, вот Смоленск, как вообще в нашем городе? И понятно, в Москве вот эти инфраструктурные проекты, это все, да, понятно, школы, там, в Собянин, каждый день нам репортуют. Опять школы открыли, про детские сады, я даже репортаж не вижу. В Москве, я так понимаю, знаете, как, наверное, скамейку поставить. Да, да, да. Про школу еще бывает репортаж, про вот... Да, в Туле гораздо выше покупательская способность граждан, то есть там объем рынка недвижимости больше в три раза, поэтому и проекты достаточно интереснее, инфраструктура более развитая, поэтому Тверь, конечно, отстает. Вот, в силу того, что у нас рядом Московская область, и большинство инвестиций нашего населения, конечно, уходит в Московскую область. Откуда же такие деньги, даже население, уходить квартиру в Московской области, в Москве? Даже интересно. Многие работают в Москве, а сейчас есть «Ласточка», очень удобно добираться до работы, поэтому очень много. У нас и с подбором кадров, например, в нашей компании, да, сейчас открыты вакансии риэлпер-агентства недвижимости, приглашаем на работу, у нас очень хорошие условия. И мы точно так же видим с менеджером по подбору персонала, есть сложность в подборе кадров из-за того, что близко Московский регион, близко Москова. А к кому телефону люди могут позвонить, чтобы выложить? Телефон 644-744. 644-744, и вы можете устроиться на работу в компании каких-то прекрасных дам. Да, мы единственная компания, которая предлагает оклад риэлтору, и вообще очень мало городов, в которых есть такие условия, поэтому звоните, все расскажем. То есть обычно сколько заработал, столько получил? Да, обычно издельная оплата. А то у вас оклад? У нас есть оклад. Да. А что у вас еще есть интересного? У нас очень дружный коллектив, все, кто у нас работает, прям реально дружат друг с другом. Мы подбираем персонал, смотрим не только умственные способности, возможности, но и энергетики. У нас все люди контактные, потому что мы общаемся с клиентами, нам нужно их чувствовать, нужно уметь под них подстраиваться, нам не нужны конфликтные люди. Поэтому у нас все очень дружелюбно друг к другу настроены, и таких же себе ищем новых сотрудников. А, еще я знаю, вы очень удобно расположены. Да. Совсем не на выселках. Это самый центр города, это Риэлторская площадь. Да. Для тех, кто не знает, где Тверплаза, поэтому это очень удобно, чтобы добираться на работу. У нас очень уютные офисы, у всех прекрасный вид. Да, прекрасный вид. Да, я думаю, самое важное для человека, к нам очень много клиентов трудоустраивается на работу, самое важное, это то, что мы уже даем объекты, мы даем покупателей, и человеку только остается риэлтору, так скажем, сводить продавца с покупателем. Мне интересно, какие качества нужны риэлтору, об этом говорим после рекламы. Дорогие телезрители, реклама, не переключайтесь, буквально несколько минут, и мы продолжим наш разговор о рынке недвижимости в Твери. Рынки недвижимости поговорим. Так что звоните нам к телефону 300-190, все, что вы хотите спросить о том, как покупать квартиру, где лучше, и когда, пожалуйста, вам все скажут. Эксклюзивная прямая консультация в прямом эфире, когда такое еще будет. Звоните. Ну что ж, правда, завершая разговор о кадровом вопросе, вот вы как бы тоже ищите новых сотрудников. Какие вообще основные качества у агента недвижимости должны быть? Что это? В первую очередь это коммуникабельность, на самом деле, да, то есть человеку достаточно очень любить людей, вот на самом деле. Это вообще важно. Да, у меня активность очень важна, активная жизненная позиция, то есть риэлтор не может быть пассивным, он не может просто сидеть и чего-то ждать. Это люди, которые постоянно в движении. Они хотят, они ставят себе цели, они их добиваются. А в нашей компании это все реально. Мы все вместе как дружная семья, мы помогаем. У нас нет такого, что говорят риэлтор, как волк, он сам в себе. У нас такого нет. У нас компания делится на отделы. У нас есть колл-центр, у нас есть маркетинга, отдел маркетинга, который создают нам заявки, покупатели генерируют. У нас есть юродел, у нас есть вот основной штат, это наши риэлторы. То есть у вас, ваш коллектив, это не три человека? Это не три. У нас большой штат, да. И все, как винтики, отвечают, да, за каждый процесс. И если у кого-то какие-то проблемы, мы все вместе подключаемся и помогаем. Потому что мы команда. Товарищи, вы не ходите к нам в квартиру. Да, да, все 35 подходят, и у вас, Петрович, вы будете брать квартиру или как? Сколько можно с вами уже сидят, мусолят? Мы не так. Ну, давайте вернемся к рынку недвижимости. То есть новостройки у нас, в общем, строятся. Рынок не упал и не встал, как нас пугали в начале кризиса. Опять-таки упомянули мы основные направления, то есть южный, конечно же, да? А вы сказали, пролетарский рынок. А где на пролетарке? Насколько я знаю, там ведь точные объекты. А, у нас же Мамулин, это пролетарский район, да. Да, страна строится. Точно, точно, да, там массовая атака, сколько я знаю, в пролетарском районе. Отдельные объекты есть, я знаю, там в районе Первомайки, на набережной. Бабково, да? Да, да, да. Бабково 38, вроде адрес полный. Наверное, прибирали. Да, да. Мигалова строится дома. Вопрос, почему не через нас? Да. Упущение, мы не будем, активный агент. После эфира. Вот, юность, кстати, ведь активно развивается тоже все-таки. Юность, да, тоже настраивается. Обратили, кстати, внимание, я, знаете, просто недавно был в юности, да, как раз где новая школа, там, вот, знаете, мне бросилось в глаза, что там мало строят высоток. Там дома 10-12 этажей максимум. Если в южном, обратите внимание, ну, как Москва, въезжаешь, вот, ну, как будто, я не знаю, там, что там, Выхина, Химки, Бутва и так далее. То есть высотки именно. Высотки, да. Мамуна-2, Брусила. Есть высотки в Радужном. Ну, это уже построили давно, да, все верно. Это, потом, это у нас, как его, проект, который два высотных дома рядом с Комсомольской рощей. Тоже они высотки. Функт за молодежные. Да, да, да. ЖК-молодежные. Ну, в целом, почему-то такая интересная тенденция. Вы не знаете, почему у нас такая вот штука, что в юности как-то больше вот 9-10 этажей вот так вот. Ну, это, мне кажется, зависит от проекта, какой проект был выбран, и от застройщика. Ну, если сторона Южного, там поле, можно застраиваться, то есть высотки, а там уже больше такой плотной застройки, и поэтому, наверное, скорее всего, из-за градостроительства больше выбираются планы. Кстати, вот расскажи телезрителям, ведь, насколько я знаю, это правда, что вот это, то самое поле в Южном, он собирается до леса застроить. Ну, да. Так ведь, это там, насколько я знаю, проект уже начинается. Да. Ну, там лесок небольшой отделяет, ну, то есть, я знаю, там уже и сваи, да, забивают. То есть, вообще, в этом плане, можно сказать, что Южный, это самый такой динамично развивающий микроорган города, вот, в целом. Финансовый центр города, как я его сейчас называю, да? Почему финансовый? И торговый центр новостройки, поэтому. Да, торговый центр, Глобус, там, очень оживленно, за последнее время стал. Парк построили, но в Мамулино, поэтому там очень красиво, уютно. Парк, кстати, в Южную, знаете, делается, где бывшее трамвайное кольцо, где вот уже все, уже проект, нет, уже все, точно. А вот вы будете рассказывать, клиентам захотят, они покупают, скажут, да, нет, на самом деле, уже проект, все, и уже вот-вот должны работы начаться непосредственно. То есть, в Южном будет не только Южный парк, который, знаете, находится, там вот название такое, просто мне нравится такое очень, говорящие. Ну, будет какой-то, говорят, современный такой цивилизованный парк, хотя, в принципе, Южный парк, на самом деле, тоже не такое уж плохое место, на самом деле. Нормально там ездят погулять, там, насколько я знаю, сейчас спортзал, вообще, говорят, фитнес-центр, вот, будут строить, поэтому, считаю, вообще, кстати, Южный пользуется спросом. Южный, да, очень хороший район, очень пользуется, район Глобуса вообще замечательно пользуется спросом. Да, там есть квартиры с индивидуальным отоплением, на них сейчас тоже повышенный спрос. Да? Да. И цены там более такие адекватные, достойные для покупки. Это все-таки важно в условиях экономического кризиса, ну, понятно, что я знаю, что у вас наверняка в пакете предложений есть какой-нибудь там восьмикомнатный пентхаус. Есть, у нас очень много предложений элитных, и по хорошим очень ценам, поэтому... А расскажите сейчас вообще, опять-таки, если хорошо, мы про географию поговорили, более-менее, кстати, тоже давайте все-таки закончим. Верно, я знаю, из-за Тверичи там тоже строится жилой комплекс, на Сахаровском шоссе, по-моему, где-то. Да, Сахаровское шоссе, уже идут продажи у нас. У вас тоже это можно, да? Да, в каждом районе города мы предлагаем все новостройки по ценам застройщиков, да, если телезрители не знают, то есть без каких-либо комиссий приходите, мы вам расскажем, новостройки есть в каждом районе города, поэтому подберем на любой вкус. А есть какой-то район, где жилое строительство встало? Коронапарк сейчас тоже будут достраивать. Не, я не дострою, я не про недострою, а в целом, что все построено, и все, больше там ничего не строится. Ну, даже вот в моем родном Мигалово тоже вот эти дома, которые нарябились в шоссе, у нас долго в Мигалово была такая проблема, что микрорайон перестал развиваться, потому что, ну, вроде как считается негде. Он стал стареть, к сожалению, и так далее, и вот сейчас, как бы, я думаю, вдохнет новую жизнь. Ну, у вас Суворовское училище будет строиться. Ну, оно уже строится, между прочим, там уже краны стоят. Да, уже оградили территорию. Ну, в Суворовском училище не дошло будет недвижимость продаваться. Нет, но дальше-то, соответственно, будет, я думаю, что развиваться в другую сторону, поэтому... Я думаю, что в Мигалово редко выбирают застройщики, потому что все же транспортная доступность до центра, даже, мне кажется, ближе, да, из Южного 15 минут до центра, а вот в Мигалово уже минут 25-30. Ну, знаете, да, ну вот я, вот как человек, который всю жизнь прожил в Мигалово, вот, если будете предлагать клиентам... Плюсы там, набережная, самое чистое место в Волге. Ну, да, во-первых, Волга самая чистая, но я даже не про Волгу, ладно, у нас климат такой, что купанию, как вы видите, не очень располагает, только моржи у нас хорошо себя чувствуют. Вот, просто, вы знаете, из Мигалово нужно уехать без проблем. Все-таки микрорайон небольшой, вот, и там нет, например, такой проблемы, как в Юности, когда я видел там очередь на маршрутку, как в том приключении Шурика, вот, понимаете, там, и там ходят маршрутки во все концы ровно города, во все абсолютно, можно уехать из Мигалово, можно уехать, ну, сейчас через центр в Юность, на Соминку, на Силикатку, Южный и так далее, в чем удобно, на самом деле. Я скажу, мне кажется, это мнение того, вот, именно в каких районах кто живет, потому что очень много общаемся с клиентами, которые живут также в Юности, и когда им предлагаем какую-то другую сторону, допустим, тот же Южный, Мамулина или Мигалово, они говорят, нет, там транспортная доступность не очень. Вот с Юности можно уехать куда-то. Ну, например, знаете, ну, хорошо, я в Чайке был, вот, в Чайке нет такого набора маршруток во все концы города, это, к примеру, у меня на скидочек пришло. Ну, для меня тоже, да, к примеру, а Первомайка, та же история, там нет такого прям вот набора маршруток во все, а Мигалово, да, ну, в целом дальше, но, я говорю, что мне что нравится, что во все концы можно, а самое главное, можно сесть, еще раз повторюсь, вот этой очереди, с которой я когда-то столкнулся, иду в Юности, ну, сейчас в маршрутку сяду, и вдруг очередь, я настолько удивился, это куда очередь, за колбасой, да нет, лежит-ка она, а, это маршрутка, представляете, к вопросу. Потому что, я говорю, плюс микрорайон, он невысотный, то есть и нет, там столько людей не проживает, как вот в многоэтажных микрорайонах, это, к примеру, так. Плюс роща в Мигалово, плюс можно шашлык пожарить. Да, тоже плюс. Да, кстати, и то, что лес, да, вообще, кстати, насколько важно для людей, чтобы была какая-то зеленая зона? Я думаю, что это не важно, 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 мне кажется, это кажется. Часто вас спрашивают, хочу, вот. Да, да. Часто, но часто бывают такие спецзапросы, что кому-то покажется это странным. А что хотят еще, чтобы непременно объект стоял на берегу озера, там, и была... Нет, в черте города. Кто-то, допустим, не любит первые этажи, а кто-то, наоборот, обращается и говорит, мне только первый этаж. Кто-то, наоборот, хочет окна именно на центральную дорогу, потому что я хочу, чтобы выявил, что я вот живу в центре, оживленность, мне нужно выйти, обойти дом, и я на остановке. Сел, опять же, на маршрутку, поехал куда-то. Кто-то, как вы говорите, мне нужен свежий воздух, мне нужна речка, я хочу смотреть, мне нужно тихо, мне нужен детский садик, рядышком, там, школа. Ну, садик, я думаю, всем нужен, за исключением людей пенсионного возраста. А в этой связи, вот, касаемо зеленой зоны, какие самые у нас оптимальные, самые лучшие направления тем, кто хочет, хочу лезть. Не всем ведь лес нужен, это тоже реальность. Кому-то, правда, вы говорите, ему нравится жить на пыльной волоколамке, но он нравится человеку, вот ему нравится, или на Турском проспекте. И чтобы была первая линия возле дороги обязательно. Первая линия, вот, все нахватались в отелях, первая линия. В городе называется красная линия, вообще строго говоря, дом стоит на красной линии. У нас, Кашин, там не первая линия, пожалуйста. Я знаю, да, я к чему, клиенты на все уже ездят по заграницам, все нахватались первой линии. Хотя я говорю, в городе называется красная линия, не первая, первая это хургатия. То есть, какие у нас самые оптимальные, мегалопонятно, где еще? Лобачевская роща. Лобачевская роща. Да, и молодежная роща, да, она называется в юности. Комсомольская роща. Это тот самый случай, согласитесь, когда ты действительно выходишь из дома, и все как на рендере. И вы знаете, у нас рендеры, когда рисуют, это феерично. Я не буду называть объекты, чтобы ладохать, они уж в принципе проданы, но дом стоит на очень оживленном проспекте, там вообще плюнуть некуда, все заасфальтировано и так далее, машины дома. Я помню рендеры, он просто как будто лосино-лосино. Да, вообще, я еще смеялся, громко рассматривать рендеры, так очень любят шутить, застройщики рисуют там лес, море какое-нибудь, не знаю, или там Волгу, хотя до Волги тоже там. На маршрутке 15 лет. Да, то есть Бобачевка, Комсомолка, а Первомайка? Первомайка тоже зеленый, да. Ну там, насколько я знаю, сейчас из новостройок только один дом строится, по-моему, на Ткача вроде бы. Бориса Полевого еще там дома. Достраивается, который вот этот, да, тоже в принципе там рядом, на самом деле, тоже вот это для тех, кто хочет им не иметь зеленую зону. Тех, кому нужен лес. Ну, кто на лыжах бегает, кто на велосипеде, прогулки, да просто любит, чтобы зеленая зона была. Да. А если говорить опять-таки про оживленные проспекты, улицы вообще, где лучше, потому что, согласись, еще важно, чтобы проехать. Здесь нельзя сказать, где лучше, где хуже. Дело вкуса. Каждое индивидуальное. Опять же, есть привязка к школе, есть привязка к району какому-то, есть, ну, как люди привыкают, вот, допустим, вы живете в Мигалово, если вам сейчас предложить переехать, у вас будет такая возможность. Вы, скорее всего, в Мигалово и будете покупать квартиру, потому что вы уже ко всему привыкли. Почта, магазин, любимый, там, не знаю, какой-то еще. Аэродром, да, речь идет. Аэродром, да, речь идет. Аэродром, да, у меня правда любимый, на самом деле. Вот. Также здесь каждый подбирает под себя. Кто-то работает рядышком, и ему нужна там шаговая доступность, либо транспортная доступность, поэтому смотрят именно по себе. А вы реализуете, предлагаете квартиры, такой вот у нас новый, относительно объекта Волга-Лайфта, который? Да. Что можете про него сказать? Согласитесь, пока объект несколько очень необычный, пока это самый настоящий анклав, поскольку, ну, по моим понятиям, ты мне расскажите, вообще это стоит или не стоит людям покупать? Потому что, ну, как люди говорят, если стоит, то только тем, у кого машина, потому что он отсечен от города ЖД-трассой, западный МОСНС пока только в проектах, хотя, вот, кстати, губернатор вчера сказал, что вот должны. Да, должны, точно. Вот скажите, или зрителям, тем, кто, допустим, думает, вот Волга-Лайф. Волга-Лайф однозначно стоит съездить, посмотреть, потому что... На поезде? Нет, на автомобиле. Одно впечатление, когда мы показываем картинки, да, и совершенно другое впечатление, когда люди уже приезжают на место. То есть очень приятный жилой комплекс, поэтому мнение абсолютно меняется кардинально у покупателей. Ну, кстати, касаемо поезда, не такая уж эта шутка, там же Дорошиха. Дорошиха. Пройти это так, то есть, ну, нужно доехать, если что, на электричке, к примеру. Да, действительно, это не так далеко, и на автомобиле это абсолютно недалеко. Да. То есть те, кто сейчас, большинство владеет автомобилем, поэтому проблем не составляет продажа. Берут там вообще люди? Кто, молодежь, да, в основном? В основном молодые семьи, да, уже с детишками, достаточно довольны. У нас есть клиенты довольны, Волга-Лайф. Причем, согласись, вот касаемо любителей природы и прочего-прочего, это именно два в одном флаконе, когда у тебя не только, причем там сосновый бор, не какая-то там осиновая роща вторичная, а лес, то есть, а сосновый. И плюс Волга. В смысле слова, ты выходишь из дома, и вот она Волга. И опять-таки, поскольку выше по течению, ну, там, она довольно чистая. В принципе, то есть, никаких еще производств там нет. Ну, а какие там выше по течению производств? Никаких, фактически. Вот, поэтому Волга-Лайф это тоже неплохой вариант, да, для молодежи, для тех, кто любит отдых, свежий воздух и так далее. Там опять-таки вот урочи и на лыжах зимой. Мне очень нравится Волга-Лайф. Прям, я влюблена в нее. Я был только с той стороны Волги смотрел. Ну, да, мне так понравилось. Приятная краска, кстати, дома. Такая, знаете, вот яркая, такая разноцветная. Хорошие планировки, да. А центр? Что можно сказать про центр? Какие? В центре очень мало застройки, в принципе, да, ее всегда? Верно. Я понимаю, что в центре это все-таки для тех, у кого есть деньги, причем не только, потому что за центр надо заплатить, а потому что там, как правило, строят жилье по индивидуальным проектам, ну, что называется элитное, что называется. Так и есть. Так и есть, да. Хотя профессиональные эксперты любят говорить, знаете, вот от архитектуры, от уже вашей коллеги, что, дескать, в Твери, да вообще в России, пока элитного жилья настоящего нету, потому что элитное поживает не только большую квартиру с дорогой отделкой, но еще что, дом был там полностью неавтономный и так далее. Потому что, когда генерация разроет трубу, что толк в твоем пентхаусе, если ты там без воды остался. Да, согласна. То есть, строго говоря, элитный у нас нет, строго говоря. Ну, мы понимаем, что с поправки все это на русскую, действительно, на Тверскую, это как у нас средний класс. По американской памяти у нас его нету, а у нас он считается есть. Да, у нас есть. Да. И однушка в апотеку. Это уже не класс. И мы уж как раз съездить туда, в первую линию отель. Важно, что это на 20 лет. Да, не важно, что на 20 лет. Скажите, если зайти внутрь, что сейчас предлагают новостройки, насколько изменились нынешние квартиры в новостройках, например, по сравнению с 90-ми, началом нулевых, когда, по сути, еще строили по советским лекалам, по советским стандартам? В первую очередь, кухня стали больше. То есть, основное для женщины, мне кажется, да, это размер кухни. Мы все-таки там всех живем. Но все же у нас, если брать аналитику, большинство покупателей принимают решения именно женщины. Да? Поэтому вот, конечно. Матриархат, да? Да. Удивительно. Вот, кстати, вот это удивительно. Поэтому размер кухни, наверное, это самое лучшее, что есть. Ну и в целом планировки, да? Сейчас у нас смотрит какой-нибудь телезритель, какой-нибудь Иван Иванович. Он-то уверен, что это он квартиру выбрал, а оказывается, все решила, давно жена. Сто процентов. То есть, большая кухня, это такой, как сейчас, модно говорить, тренд. Да. Это удобно. Это абсолютно, я согласен. Но, тем не менее, как-то раньше, почему-то наши советские архитекторы почему-то не догоняли до этого. Ну, потому что не было вариантов. Как-то не было. Что у нас, кухарки были в Советском Совете? Первый год, а не надо появляться. Вариантов было больше. Хотели внести больше квартир. Так и сейчас капитализм, согласись у застройщика, идеи, внести побольше. Выстроить выше, правильно, выше дома и многоэтажки. В советское время не было 22-этажных, очень редко. В Москве. Зеленоград, вот эти высотки. У нас, кстати, в доме, впрочем, по-моему, советские еще высотки. Да, согласен. То есть кухня – это первое, да, что бросается в глаза и смотреть планировку. Что еще? Размер прихожей. Что? Планировка увеличилась. Увеличилась должность. Прихожая однозначно, конечно. А как вы говорите, прихожая-то почему? В кухне понятно, мы там живем, прихожая что? Прихожая, наверное, да, идея шкаф-купе поставить, убрать все вещи, то есть не хранится все это в комнатах. Сейчас минимализм в моде, в принципе, поэтому... Да, особенно удивляет, что книжных полок я не вижу. Приятно удивляет. Хорошо, понятно. Что можно сказать о зале? Помните, в своих временах зал должен быть большой? Сейчас это осталось? Осталось, конечно. Зал должен быть? Да. Причем некоторые семьи предпочитают какой-то камин сделать в зале, да, не обязательно это будет электрокамин, да, может быть, это будет имитация камина со свечками, то есть все равно зал – это место, которое собирает семью вечером. Гостей. Гостей, да, и все равно планировка. Но вы будете где-то нужны праздновать? По планировкам, да, это большая комната. Метра, вы знаете. Ну, кухня есть, кухня. Квадратная. Часто вот в домах бизнес-класса комнату большую совмещают с кухней, то есть делают арку для того, чтобы, да, сразу же рассадить гостей, подать им еду, угощение и так далее. Раньше окошко было, помните, как это «Любовь и голуби» у Горченко там такое. В столовой, да. Да. Вот, а теперь, насколько сейчас популярно, хорошо, вот вы сказали, да, объединять, допустим, кухню, это, а вообще популярна, так называемая, планировка вот этого западного типа, когда вообще студия, да. Студия. Да, очень популярна. Сейчас очень много студентов приезжает, вот они пользуются спросом. Да, еще лет 5-8 назад мы занимались с летом подбором жилья в аренду студентам, да, сейчас мы уже обрабатываем все больше заявок именно на приобретение, то есть, я думаю, что… Что она доступна по цене? Да, доступна. В районе миллиона рублей имеется бюджет, у нас много покупателей как раз-таки из Торопца, из Весегонска, Почему нет Торопца и Весегонска? А пены? Студенты. Ну что, поставщики студенты кадров давать кому-нибудь в полицию? Может быть, возможно. Мне сказали, Торопец и Весегонска, как-то так интересно. Которые приобретают жилье как раз-таки вот в районе миллиона рублей, это студии, либо это небольшие квартиры на вторичном рынке, о вторичном рынке мы тоже сейчас поговорим. Да, поговорим, то есть студия, это еще, мне кажется, это неплохой вариант для молодой семьи, которая пока не собирается обзаводиться ребенком, и в принципе, соответственно, тоже хороший вариант. Это хороший. Для одинокого человека просто, ну, опять-таки, не студент, а вот там одинокий человек тоже пока не предполагает, зачем вот тратить на квартиру, в которой он фактически тоже не будет жить в какой-то или иной комнате. Да нет, кто-то просто любит открытые пространства, поэтому не обязательно быть одиноким или бездетным. Это хороший инвестиционный проект. А, а что цен студии вообще предлагается вот сейчас? Ну, условно говоря, в каждой многоэтажке есть квартира студии или нет? Или это зависит все-таки от проекта дома? Нет, не в каждой, зависит, конечно, от проекта дома. И также это хороший инвестиционный проект, то есть можно вложить деньги и сдавать студию за 12 тысяч рублей плюс коммунальные. То есть достаточно много инвесторов приобретают в целях сдачи. Лучшие сейчас вообще популярные? Ну, что я сколько знаю, люди очень часто бывают, ну, вроде покупают, даже если сложили квартиру, они все равно совмещают, то есть застраивают и так далее. Здесь на любителя. На любителя. Популярные все равно, потому что остается место для курения, да, много курящих. А не больше, опять-таки, вот мы говорили, кухня увеличилась, а прихожая, а лоджии как вот? Больше, меньше или стандарт? Лоджии больше, да. Больше, да, остальет. Есть даже у нас дом в продаже, лоджии 8 метров, то есть достаточно много, там можно и кабинет оборудовать, да, то есть использовать эту полезную площадь. Ну, можно выселить, если он не согласится с выбранной квартиры. Живи там, курить там. Панорамное освещение тоже, насколько сейчас... Ой, остекление, насколько сейчас... Остекление? По-разному отрасли. Кто-то боится, боится, что будет холодно. Ну, а так это красиво. Пока, мне кажется, не все готовы. А в городе немного пройдут таких. А спрашивают опять-таки люди или тоже иногда кто-то спросит? Нет, практически нет. В основном, те, кто приходит, они хотят либо балкон, либо лоджии, чтобы обязательно были. Вот, допустим, за эту неделю у нас были клиенты, сколько у меня было, все хотели, чтобы лоджия, либо балкон были обязательно. То есть, если это полностью панорамное остекление, это будет просто как приятный бонус кому-то. А кто-то опять же может испугаться, потому что боятся, что... А кто-то переделывает сам, как на Октябрьском 99 у «Глобуса», да, видели? Раз, и панорамное остекление. Ну, так-то, и уж там такое, я видел, вообще. Был красивый эстетичный дом желтого цвета, да, он уже с синими пятнами. Ну, это проблема, опять-таки, мне очень нравятся микрорайоны, там, к примеру, есть, где наоборот, это сразу в архитектурном проекте, в принципе. То, что вот так у нас задумано, и все. Никаких самопальных переделок, все-таки внешневидомые тоже имеют значение. Ну, понятно. Давайте перейдем. Поговорим о вторичке. Да, ко вторичкам как раз. Что здесь сейчас по лицу спросу, что вы можете предложить людям? Потому что, если согласитесь, часто приходит человек, который не знает, что хочет. Хочу. А это наша самая главная задача. Помочь им определиться. Да, а еще наша главная задача ответить на звонок, который вы нам показываете, уже у нас имеется. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Я хочу задать вопрос. Вот ваша реакторская контора занимается продажей вторичного жилья или нет? Конечно. Да, конечно. Мы сейчас об этом подробно расскажем. Да, и куда можно обратиться? Номер телефона дайте, чтобы можно к вам обратиться. Телефон 644-744. 644-744. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Вот видите, позвоню. Замечательный вопрос. Да, да, да. То есть занимать, что, давайте все-таки, что вы предлагаете, что люди спрашивают? Люди спрашивают, наверное, более бюджетные варианты. Вариантов у нас много предложить. У нас более 650 квартир, которые находятся у нас на продаже и на эксклюзивных договорах. Варианты есть масса. То есть на любой вкус. Есть все из запросов. Из запросов. Из запросов. Из запросов. Из запросов. Из запросов. А запросы бывают разные. В основном, конечно, это улучшенные планировки. Улучшенные. Опять же, размер кухни очень большой ролик. Спрашивают, да? Да. Хрущевки, Брежневки, то есть, да, это выбирают семьи, которые ограничены в бюджете. Если бюджет хороший или это ипотека, то, конечно, это улучшенные планировки. Это дома уже... А куда же улучшенная, опять-таки, большая кухня, да? Большая кухня. Улучшенные планировки. А кому? Такие дома есть. У Кандропы, я думаю, что... Такие дома есть в Мигалово, в Южном, в переходный период, на Бульваре. Да, там 9 метров вообще квартира. Наш митр. Кухня очень даже. Хорошо, опять-таки, возраст дома для людей критичен или как? 15 лет, не больше, допустим, или вы готовы брать... Есть, конечно, такие, которые спрашивают, мне бы дом поновее. Ну, а так, в основном, на бюджет. То есть, исходя из того, сколько у человека денег? Да. А есть кто у Сталинки спрашивает? Есть. Есть, да? Да, там потому что очень толстые стены тёплые. Вы не будете слышать соседей. А зато мы сейчас услышим телефонный звонок. У нас сегодня звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, у меня такой вопрос. У нас в городе огромное количество военнослужащих. Занимается ли ваша компания релторская сопровождением сделок по покупке или по приобретению жилья военнослужащими? Спасибо. Да, занимаемся. Да, спасибо за вопрос. Конечно, занимаемся сопровождением. Военнослужащие у нас в основном почему-то любят район Мамулина. Мамулина. Да, Брусилово жилой комплекс. По старой традиции, что там уже для военнослужащих изначально Мамулин был построен на самом деле. Да. Хотя уж там давно уже их не особо много, хотя покупают. Да, я думаю, да. По рекомендации. По рекомендации. Да. Поэтому услугу такую оказываем. Услуга платная по подбору и сопровождению. Сделка примерно оформляется в течение двух месяцев. Объект подбираем абсолютно на любой вкус, исходя из бюджета. То есть если у вас есть уже средства по накопительной ипотечной системе, есть уже одобрение банка на какую-то сумму, вы можете к нам подойти в офис на бесплатную консультацию. Мы вам расскажем, какие объекты вам подойдут. Еще раз куда подойти? Свободный переулок 9, офис 517, здание Твери-Плаза, рядом с цирком. Даже если нет еще одобрения, вы можете к нам прийти. У нас ипотечный менеджер есть, и мы вам все документы заполним и подойдем. Обычно военнослужащие к нам приходят уже по рекомендации. Твери-Плаза, давайте уточним. Вход у вас не со стороны Тверской площади, а там, где у магазина есть Пятерочка, насколько я помню. Нет, нет, со стороны Фонтана у нас. Точно, точно. И у нас снова звонок, да, мы просто на раз вас. Слушаем вас? Алло, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот смотрю вашу передачу, и вот, да, заманчиво вот эти все новые микрорайоны, Микюрин, вот там вот Южный, Брусилово. Но почему у нас в городе застройкой этих новых микрорайонов нет структуры общественного транспорта, одни маршрутки уехать. Ну вот, допустим, мы бы пенсионеры поменяли бы, уехали. Но на маршрутках ведь много не проедешь, ничего. И приходится вот сидеть. Ну у нас вот какое-то будет развитие городского транспорта. А вы думаете, извиняюсь, перебью вас, покупать квартиру, да, как пенсионер? Да. А скажите, вот как раз вы можете задать вопрос, спросить рекомендацию сотрудниц агентства, что бы, что, какие у вас третери, где вы хотите, что вам нужно от квартиры? Транспортная доступность, чтобы вообще... Алло, ну хотели бы двухкомнатную квартиру приобрести. Вот. Ну вот туда, вот в новых районах. И чтоб транспорт был. Да, с транспортом вообще плохо ведь. Туда и на... У нас вот родственники купили южный... Ой, Новый город. 1,14 маршрутка. Оттуда утром не уехать. Вы представляете, что там утром творится на эту маршрутку? Представляю. Мы когда подбираем объект клиенту, мы прорабатываем со всех сторон вопросы. Если вам необходимо, чтобы рядышком была остановка, рядом были магазины, допустим, может быть, почта, больница, мы подыскиваем именно объекты, исходя из ваших пожеланий. Поэтому, если у вас есть желание и намерение, обращайтесь к нам, мы обязательно вам предложим все, что имеется сейчас в городе. Ладно. Ну, вот просто очень... Ну, все завязывается на транспорте. С транспортом проблема. С транспортом тоже можно подобрать. Ну, берем квартиру, да, где есть транспорт. Ну, ладно, спасибо большое. Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, с транспортом проблемы есть. Очень хороший комплекс. Мне нравится удача. Недавно свекрови своей подбирала жилье. Где такое комплекс? Удача – это Кривцова. Точно так же абсолютно не уехать. Свекровь, да, со свекром у меня пенсионера. И, конечно, это очень большая проблема. Поэтому мы подобрали жилье в районе центра «Спартака», ЖК «Спартака-40». И на самом деле отказались от хорошего таунхауса, да, по хорошему бюджету. Именно из-за этой причины. Поэтому обращайтесь, конечно, подберем жилье с транспортной доступностью. Услуга эта бесплатная. То есть все новостройки города мы предлагаем бесплатно. Звоните по телефону 644-744. Обязательно подберем рядом с остановкой автобуса или троллейбуса. А вот как раз, я так понимаю, люди тоже, ну, пенсионеры, могу предполагать, что у них не там 10 миллионов выделено на покупку квартиры, а как раз мы начали просто до звонков говорить про Сталинки. Насколько Сталинки таким людям подойдут? Они все-таки находятся там, где все уже давно транспортный поток существует? Или все-таки это не тот вариант немного для таких людей? Нет. Кто покупает, вот мы про значили Сталин, кто больше молодежь? Больше любителей. Любители, да? Любители Сталин, да, Инна? Если взять аналитику у нас по Сталинкам, это люди, приезжие из стран ближнего зарубежья, в первую очередь, потому что это большая площадь, да, Сталинка. Молодые семьи пенсионеров, я даже, честно говоря, не припомню, с покупателей. Пенсионеры, скорее, продают. Пенсионеры, да, продают и хотят как раз-таки новостройку. Вот мы только что слышали звонок. Почему пенсионеры хотят новостройку? Интересно. Во-первых, это существенная экономия по коммунальным платежам. Если отопление индивидуальное или автономное, да, то разница уже в два-три раза можно сэкономить. Это для пенсионера, мне кажется, очень важно. Почему мы вот сейчас в Викрови подбирали жилье, есть у них вторичное жилье в районе вокзала, и коммунальные в прошлом месяце уже 10,5 тысяч за трехкомнатную квартиру, представляете? То есть пенсия в районе 18 у двоих, да, пенсионеров, и можно сказать, больше половины они должны отдать за коммунальные платежи. Поэтому это, мне кажется, основной, наверное, да, критерий для пенсионеров, почему новостройка. Ну и плюс уменьшение площади, да, иногда комната становится уже лишней, дети выросли, да, и поближе к детям тоже бывает причина покупки новостройки. Помогать зеленую зону также. Кто-то хочет зеленую зону погулять. Хрущевки. Насколько ликвидный актив? Хрущевки? Причем самые вот такие классические хрущевки, где и маленькая кухня и так далее вообще. Да, мы еще, наверное, лет 8 назад смеялись, что хрущевка самый дорогой товар в нашем городе, потому что площадь маленькая. Действительно, если разделить стоимость квартиры, а тогда было это примерно 1 900 000, да, на 30 метров, то получался квадрат выше, чем в новостройке бизнес-класса. Действительно. Сейчас, конечно, цены на хрущевки уже другие, и это уже не самый дорогой товар, но, однако же, спросом они пользуются. Все же это доступное жилье отдельное, да, после студий, полноценная кухня, да, и молодые семьи все так же выбирают, без детей, как правило, однокомнатных хрущевок. Все исходя из бюджета. У нас уже скоро будет очередная рекламная пауза. Хочется поговорить про ипотеку. Верно, я понимаю, что сейчас, ну, почти все жилье берется в ипотеку. 70 процентов. 70 процентов у нас в компании, 30 процентов это люди либо с наличными, да, накопления, либо это переезды, то есть продают собственное жилье, доплачивают, да, либо материнский капитал, да, какой-то бюджет и материнский. Насколько сейчас просто получить ипотеку? Ипотеку получить, я думаю, что достаточно просто на сегодняшний день. Проще, например, лет 5-7 назад, 10 назад. Ну, конечно, я бы сказала, мне кажется, это зависит от условий. И с какими-то условиями хочешь получить эту ипотеку в зависимости... Ну как, все хотят с одним, платить поменьше. Ну, это понятно, но есть определенные условия, при которых дают ипотеку. Платежеспособность. Платежеспособность ваша, поэтому... Если в плане получения, вот я также вспоминаю, мы работаем с 2010 года, да, и раньше, чтобы одобрить клиента, нам нужно было его сфотографировать, заполнить две анкеты, спросить, есть ли у вас татуировки, действительно. Татуировки, это к чему? Служба безопасности банка требовала. Особый пример. А, я думаю, конечно, стараюсь к меру, то есть, ну, ага, татуировка, так, что-то у него, утро, да, у утра городного отца, понятно. И мы сидели, действительно, два часа с одним клиентом, просто подавали заявку. Это вот был один из крупнейших банков, да, с которым мы работаем. На сегодняшний день это очень просто, то есть, мы с помощью планшета заполняем заявку, пишем паспортные данные, нашему клиенту приходит смс-сообщение, все, заявка отправлена. Одобрение приходит, в большинстве случаев, в течение двух часов. Да ладно? Да. То есть, никакие не две-три недели? Нет. Если, допустим, зарплатный проект, то можно очень быстро. Ну, зарплата вообще, понятно, да, они все видят. Через полтора часа ваш зарплата 8500. То есть, для того, чтобы купить квартиру в ипотеку, не обязательно идти в банк самим, можно обратиться опять же к нам. Вот тоже, к чему я хотел спросить. И мы полностью вам поможем. То есть, вы... Мы работаем не с определенным банком, допустим, Сбербанком, мы работаем со всеми, можем помочь отправить анкеты, заполнить, посоветовать, как лучше, какие документы собрать. То есть, мы полностью владеем информацией, мы знаем, как это сделать. У нас специалисты есть, которые занимаются этим. То есть, в чем плюс обращение к вашему агентству, что выбрав квартиру, не нужно думать, в какой еще банк бежать. Да, самое, наверное, важное по ипотеке, если клиент приходит к нам, подача заявки бесплатная, если у клиента простая ситуация, с нами можно еще и сэкономить. То есть, если вы подаете заявку через наше агентство Бродвей, вы получаете скидку до 1% на ставку по ипотеке. А это уже в деньгах в течение 15 лет, например, это порядка 200 тысяч рублей. То есть, это очень выгодно. Машину практически не купить. Клиенты часто выбирают. Работаем со сложными ситуациями. Бывает, что очень маленький доход и нет возможности взять ипотеку. Это либо госслужащие. Помогаем, рассматриваем такие ситуации. Поэтому приходите, если есть у кого-то такая боль, такая проблема, обязательно решим, получим одобрение. Гарантия 99%. Если кредитная история действительно плохая, были просрочки, тогда, конечно, мы уже не поможем. Нужно ждать 5 лет, возможно, кредитная история обновится. А если с кредитной историей все хорошо и проблемы только в маленьком доходе, тогда, да, пожалуйста, ждем. Телефон 644-744. А вы помогаете, когда бывает, знаете, хотят ипотеку поменять условия, перейти в другой банк? Рефинансирование. Рефинансирование, да. Сейчас уже работает ставка уже в течение двух месяцев 6% семьям, да, которые родили второго и последующего ребенка. 1 января 2018 года. Поэтому если у клиентов также, да, которые смотрят эту передачу, у слушателей есть какой-то кредит, вы можете его рефинансировать, то есть получить ставку 6%. Мы также помогаем это сделать. Это если второй ребенок, а если нет? Ну, если нет. Нет, а если просто вот без второй тоже... Рефинансирование возможно, но там будет небольшая экономия, да, ну, где-то полтора-два процента. Да, если клиенты брали там под 13%, да, а сейчас она там 10,7, там 10,3, то можно, конечно. То резон есть. А если ты брал под, грубо говоря, там 11 или 10%, то игра не ставит свечи. Да, свечи. То есть есть люди, которым, грубо говоря, там 45-50, они берут ипотеку? Да, да. Есть такие люди, которые даже пенсионеры, если получают, приходят ипотеку брать. Ипотеку же можно брать не там 2 миллиона, можно взять небольшую сумму, если есть какие-то накопления, и хотят купить квартиру, не хватает там 200-300 тысяч. То есть это то ипотеку, пожалуйста. Да, берут ипотеку, да. Ну что ж, мы тогда сейчас уходим на рекламу, дорогие дамы, после которой будет завершающаяся часть нашей программы, которая сегодня посвящена рынку недвижимости в Твери. Реклама. Дорогие телезрители, начинается завершающий отрезок нашей программы темы дня, которая сегодня посвящена рынку недвижимости. У нас в гостях представители агентства недвижимости Бродвей. Дамы, осень, к сожалению, уже не так далеко, как хотелось бы, поэтому кого прогноз на это время года по рынку недвижимости? В связи с введениями из кровщитов, цены на новостройки будут расти, соответственно, и на вторичное жилье тоже цены будут подниматься. За собой потянут. Да, поэтому сейчас, мне кажется, самое благополучное время подойти к подбору недвижимости. С холодной голодбой начать, поэтапно смотреть, выбирать, да. Потому что ближе к Новому году будет много предложений. А правда, что под Новый год, ну, тоже ближе к Новому году, у нас ближе к Новому году начинается с октября, теперь уже давно. Да. То есть, соответственно, люди активнее начинают суетиться. С октября начинается очень большой спрос, и квартиры, горячие пирожки. А спрос подстегивает и цены в том числе. Да, и цены, соответственно. Да, поэтому тот, кто хочет купить, нужно думать об этом сейчас и начинать это дело сейчас. А вообще, вот вы говорите, как по Новому году, мне все время интересно, а что люди, подарки что ли делают в виде квартиры или что, почему так по Новому году странно? Инвеститься деньги в комнату. Большинство переживает, что с 1 января что-то будет, как правило. Да, вдруг повысятся цены, вдруг произойдет что-то с рублем, вдруг ставки по ипотеке увеличатся. Поэтому всегда стараются решить до конца года свой жилищный вопрос. А ставки, как правило, всегда увеличиваются. А как же были разговоры, что сейчас они будут снижаться? Они снижаются, да. Но вот в прошлом году тоже говорили, что ставки будут снижаться. Но с Нового года мы заметили, что они опять выросли у нас. Сейчас они немножко пошли на спад, поэтому с Нового года. Нужно рассчитывать на сегодняшний день, а не ждать, что будет через полгода. Потому что мы не знаем достоверно, что может там произойти. А если человек хочет продавать квартиру опять, когда это лучше делать? Мы не сказали о продаже квартиры. Основным нашим отличием от компании нашего города является, мы с гарантией продаем квартиры на вторичном рынке. А с гарантией-то что? Мы гарантируем сроки продажи и гарантируем цену продажи, пока этого никто не делает в нашем городе. А как, давайте, это интересно, дорогие телезрители, кто собирается продавать квартиру. Вот обратите внимание, вам говорят, что если вы ставите задачу продать квартиру, допустим, до 1 сентября, да, примерно, кто хочет, и что вы ему скажете? Мы делаем сравнительный анализ и выдаем уже точную цену, за которую будет реализована квартира до 1 сентября. Если человек хочет дороже, у нас, как правило, наши покупатели, те, кто хочет срочно, или те, кто хочет продать дороже. Мы обе эти задачи решаем. Если нужно продать выгоднее, дороже, тогда этот срок 2-6 месяцев, но в любом случае это в 4 раза быстрее, чем самостоятельно браться за эту задачу. А почему самостоятельно? Вот тем, кто, да, хочет сказать, да, ну, не буду им звонить, я как-нибудь сам там пишу объявление, приклею на столбе, продаю с квартиры. Смотрите, основное отличие, если собственник сам реализует объект недвижимости, он сам же и проводит показы квартиры, и количество звонков ему поступает, не такое, да, как в компанию. У нас в рекламе 400 объявлений на сегодняшний день, всего 700 объектов, да, часть объектов мы не рекламируем специально, это делаем, эксклюзивные наши объекты. Поэтому поток звонков у нас, ну, уже, да, в 400 раз больше, чем клиенту. Из 10 звонков мы назначаем 9 показов, мы этим гордимся, это достижение нашего колл-центра. И также наша сильная сторона — это презентация объекта. То есть мы профессиональные переговорщики, мы проведем презентацию квартиры так, чтобы влюбить покупателя в этот объект недвижимости. Ну, собственно, да, этим, наверное, мы увеличиваем цену продажи объекта. Поэтому если вы хотите продать дороже или выгоднее, одну из этих задач для себя ставите, приходите, телефон 644-744. А у вас какие-то оценки есть вообще у экспертов по недвижимости? Сколько сейчас процентов людей сами продают квартиру? Есть, 20% в нашем городе, 80% могут, из 80% часть людей может также начать работу самостоятельно, но все равно в конце работает с агентом. А 20% — это тоже цифра снижается или она какая-то стабильная осталась в последнее время, или как? Ну, в последние три года она стабильная. А до этого она постоянно уменьшалась, цифры, те, кто сам продает. А почему стабильность? Все так и будет, это нормально, ну, к примеру, за границей тоже так, условно говоря, или как? Да, в Америке примерно так же, я рынок Америки тоже изучаю, и все равно дело говорили, да, на конференциях в прошлом году я была, говорили, что профессия риелтора вымирает. На самом деле это психология, да, и продавец с покупателем очень редко может договориться. Поэтому наша профессия в принципе никогда не умрет, да, если мы будем предоставлять ценную услугу. Показом заниматься, ты работаешь, когда тебе есть, тебе звонят, здравствуй, могу смотреть ваш квартир. Это тоже, кстати, вариант, да. Правильно, что у тебя клиент не убежит куда-то там, ваш покупатель с деньгами. Да, всего четыре потребности, это безопасность, комфорт, выгода и скорость, да, мы все четыре потребности удовлетворяем. Если клиент самостоятельно решил продавать, у него, как правило, две потребности, да, ему комфорт и безопасность не нужны, он смелый, он готов, да, выйти на этот рынок, поэтому здесь только, наверное, две задачи мы можем его решить. Опять же, не все компании об этом задумываются, да, все равно происходит такое обесценивание услуги, поэтому мы призываем партнеров думать об этом, да, обучаться. Мы сейчас открываем онлайн-школу в следующем месяце, будем продавать курсы для риэлторов, то есть мы за развитие цивилизованного рынка недвижимости, да, мы хотим, чтобы он развивался, и мы не отставали от развитых стран. Ну что ж, наш эфир подходит к концу. Спасибо большое, дамы, что пришли. Дорогие телезрители, у нас в гостях было агентство недвижимости «Бродвей». Если вы все-таки что-то еще хотите спросить у них, просто, если вы думаете о продаже, покупке квартиры, то, пожалуйста, обращайтесь к ним. Далее еще раз, где вы находитесь? Свободный переулок, дом 9, офис 517, это бизнес-центр Твериплаза. Телефон 644-744. Ну что ж, дорогие телезрители, обращайтесь, звоните, и вам все расскажут о недвижимости. Это была программа «Тема дня». До новых встреч и хорошей вам покупки или продажи квартиры.